Эти причудливые обтекаемые формы, арки, колонны напоминают мне скульптуры из сады Гауди в Барселоне. Но это не Барселона, это друзский поселок Курфейш на севере Израиля. Создатель этого маленького рая никогда не был ни в Барселоне, ни в Испании и даже не слыхал о Гауди. Все это полностью плод его воображения и называется пещера на Солнечной горе. Мы еще вернемся сюда после прогулки по деревне Хурфейш. Удивительно, но живя в Израиле больше 20 лет, сюда мы попали впервые. На горе Кармели друзов гостили, да и здесь, в Галилее, на границе с Ливаном бывали не раз, но в Хурфейш не заезжали. Эта высокогорная друзская деревня стоит на камнях римской и византийской эпох. Она не только удивительно красива, но и знаменита. Рядом на вершине горы Зибул, вторая по значимости после могилы пророка Итро, святыни друзов в Израиле. Это святое место пророка Сабалана. Это не могила. Внутри есть пещера. Похоже на историю раввина Шимона Бар-Юхая, который жил в пещере 13 лет. Но пророк Сабалан находился здесь, возле пещеры, и скрывался в ней в минуту опасности. Тысячу лет тому Сабалан создал нашу религию. Его изгнали. Святыни пророка Сабалана – это место и поклонения, и проведения семейного досуга. А 10 сентября каждый год здесь собираются тысячи друзов, израильских и зарубежных. Многие этот день называют праздником. Но на самом деле это паломничество. Но только мужчин. Они молятся утром и вечером. Вы приглашены, но ты посидишь у меня дома с моей женой, а он сможет подняться. Да, и здесь нет равенства. Но в отличие от мусульман, у друзов не только один бог, но и одна жена. Друзы верят, что души умерших соплеменников переселяются в новорожденных, поэтому друзом стать нельзя, а только родиться. Особые обряды и молитвы друзов – тайны для посторонних. Но заглянуть в щелочку все же можно. Завораживающие пейзажи Галилеи открываются с высоты тысячи метров над уровнем моря. Ну, добавим к этому захватывающие горные и лесные треки, своеобразную друзскую кухню. А недавно в Хурфейше открыт Центр народного творчества друзских женщин. Это и мастерская, и выставка, и магазин. У женщин друзской общины есть очень ценный талант – умение искусно вышивать и вязать. Этому учатся у бабушек и мам, передают из поколения в поколение. Раньше женщина сидела дома и делала это только для себя, подруг или соседей. А сейчас она делает это и для других. И традицию сохранить, и что-то заработать, и выйти из дому. Салфетки из катерти, вышивка, шали – все это оригинальные вещи ручной работы, характерные для друзской общины. Но есть Хурфейш и совершенно уникальные техники. Я вяжу традиционную шаль. Есть и другие цвета, но для религиозной женщины только такой. Эта особенная вязка называется дабус, и вяжут так только здесь. Так вязали в прошлом наши бабушки, и сейчас мы это возродили. К нам приходят группы туристов, и мы рассказываем об этом месте, о друзской женщине, о нашей работе. Им интересно посмотреть, что мы делаем, как, из какого материала. Это бывает трогательно, потому что многие знают, что такое вышивка и вязание, но совсем в другом стиле. Так происходит общение между культурами и людьми. Назначение некоторых вещей без объяснения не поймешь. Кружевом, связанным иглой, обшивается тонкий цветной платок. Когда-то он был неизменным головным убором для друзской невесты, но и сейчас используется во время арусим, обручения. Девушка накрывает голову, вот так, идет дом жениха, и там он его срывает, выбрасывает. Друзской невестой мне в этот день повезло побывать дважды. Уже во время свадьбы к такой вязаной ленточке гости прикалывают денежные купюры. Но это вместо традиционных конвертов. В итоге получается большое разноцветное жерелье. Доллары, евро, шеки лифт, даже иногда золото. Близкие родственники или друзья, мама, невеста или жениха могут подарить золотые вещи. А, прикалывают к ленте цепочку или колечко. Неплохо. Красиво, экзотично и вполне практично, особенно для тех, кто собирается жениться. Заканчивается день, и пора возвращаться под какую-нибудь гостеприимную крышу. В Хурфейше достаточно домашних гостиниц в русском стиле, циммеров. Есть и скромные, и более дорогие, и комфортные. Но Саид, с которым мы уже встречались, сотворил что-то совершенно особенное, не только в Хурфейше, но и вообще в Израиле. В детстве у меня была мечта о доме, затерявшемся в лесу. Я человек, который любит природу и тишину. И все время я жил в этой фантазии, что где-то в лесной чаще есть пещера. И это притворилось в итоге во что-то не совсем в пещеру, но во что-то другое. Да, это притворилось не в одну, а в четыре рукотворные пещеры. Их сложно назвать гостиничными номерами, настолько это необычно. Но под каменными сводами есть все для комфортного отдыха. Построены пещеры, как и в той давней мечте, далеки от суеты и шума. Полукилометр от Хурфейша. Здесь ничего не было, только лес. Примерно семь лет тому. И все, что вы здесь видите, это моя идея и мое исполнение. Своими руками? Своими руками. Я родился с этим. В моей семье все такие. Нас три брата и три сестры. И у всех творческая голова и руки. Пещеры на Солнечной горе, а это, напомню, высоко на севере, приезжают отдохнуть пары и семьи со всей страны, даже из Элата. В этой особенной атмосфере и гости должны быть особенные. Сюда приезжают люди, которые любят природу. А природу, как правило, любят хорошие люди, с доброй душой. Это радость жизни. Я люблю создавать радость жизни. Это много дает душе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова